сегодня осуществилась моя мечта я хотела приобрести цветных карпов кои видите у меня все одинаковые один только светленький а все остальные такие ярко-оранжевые бывают еще очень красивых разных рассветок и мы с внуком сегодня съездили на птичий рынок вообще-то мы ездили не за рыбками а за кормом для рыбок а так получилось что мы наскочили как раз на продавца этих рыбок там и кометы были карпы кои цветные и мы не могли отойти от этого прилавка с этими ванночками где плавали эти красивые рыбки и вот купили два карпика кои и 4 кометы ну и корм конечно купили и купили еще плавающие растения для очистки воды и корню и пистию сейчас вот дальше я покажу вам чтобы перевести рыбок на большое расстояние и чтобы они не задохнулись без воздуха продавец берет вот такой плотный кулечек полиэтиленовый наполняет его водой до половины запускает туда рыбок и накачивает воздух и плотно завязывает и в таком виде вот даже отсылают по почте рыбок и они благополучно доезжают доходят вот таким образом мы привезли домой значит там два карпа кои один цветной один чисто белый но окраска будет меняться сейчас они пока дети еще и у них окраска еще не сформировалась они будут красивые яркие пятнистые видите какие красавицы вот а вот эти что помельче четыре штучки это кометы они пузатенькие и такие хвосты у них как у золотых рыбок такие вот видите пушистые такие вали хвосты и прямо такие вот видите пузатенькие такие это кометы но они еще конечно вырастут больше это же окраска у них станет покрасивее получше но это вообще это моя мечта и карпы кои они вообще довольно быстро растут они вот если покупаешь допустим 5 сантиметров длину рыбку то за сезон она может вырасти до 15 сантиметров длиной вот и купили корм вот сейчас они резвятся здесь в кулечке кулечек надо вначале поместить в воду или в ведро или в пруд чтобы вода сравнялась они же ехали в машине там было жарче и вода приняла температуру воздуха в машине а в пруду вода прохладнее поэтому чтобы рыбки не получили шок нужно вначале их акклиматизировать вот кулечек полежал сначала в воде в пруду а потом кирилл откроет этот кулечек и выпустит рыбок уже в пруд а это вот пистья и хорни это плавающие растения им не нужна почва у них корни видите уходят туда в глубину в воду а листья находятся на поверхности пистья цветет такими незрачными цветочками его называют еще войка водяным салатом тоже очищает воду от химических всяких веществ а и хорни очень красиво цветет такими соцветиями как гиацинты и даже называют водным гиацинтом и я снимала об этом видео и в прошлом и позапрошлом году и фотографии даже туда в это видео включала и натуральное соцветие которая плавала и вот когда зацветет это новая и хорния то я тоже сниму видео это будет попозже когда уже совсем потеплеет примерно в июне вот видите корм купили и сразу кошки сбежали здесь корм пахнет рыбкой и мои кошечки очень любят этот корм я им иногда даю попробовать немножко они уже знают что это такое купили разные сорта корма там и корм который сделан на основе водорослей с витаминами корм который усиливает окраску рыбок и всякий витаминизированный корм и на основе всяких злаков добавок ну короче кормов сейчас хоть завались купить можно что угодно бы были бы деньги корм не дешевый но его хватает надолго так как рыбок я кормлю не только одним кормом там же у меня еще полно карасей обычных прудовых здесь вот вот то я кормлю еще их понемножку подкармливаю крупой сделала кормушку я потом покажу следующем видео сделала кормушку специальную насыпают туда то ли хлопья овсяные и там пасутся маленькие вот эти карасики а большие караси они хватают они губа не дура хватают вот этот корм вот видите плавает это уже новый корм плавает хватают с поверхности вот этот дорогой вкусный корм сейчас кирюша вот развяжет пакетик и выпустит рыбок на волю сначала не осмотрятся вокруг а потом поплывут на глубокое место вот это вот где кирюша сейчас их развязывает это терраска здесь глубина 35 сантиметров всего и здесь плавает только мелюзгал вот это карасики вот а карпы кои сюда не заплывают вот они осторожные и молодцы потому что здесь их могут выловить кошки а на глубине там кошки его уже не достанут посередине пруда так вот сейчас будет кирюша выпускать их сначала немножко водички напустит и вот мы видели как они ротиками начали хватать сейчас же плавает много водорослей сейчас весеннее цветение воды от этого никуда не денешься какой бы пруд не был чистый очищенный но весеннее цветение это обязательно присутствует в каждом пруде а потом все эти водоросли оседают на дно если работает фильтр то вода весь сезон чистая вот туда уже подарок попала вода из пруда и вот они уже удивляются рыбки заметушились уже заметили это изменение видите какие расцветки красивые пятнистые пятна станут еще ярче вот один чисто белый он будет просто белый такой серебристый я видела крупных таких белых выделить когда плавают пруду они очень будут выделяться ну и вот эти вот цветные тоже это прелесть видите на нем пятна и коричневые белые оранжевое черное пятнышко вот белый вот хвост и кометы тоже красавицы кометы тоже зимуют так как икор и карп и кои зимуют они между собой в пруду то есть не надо их на зиму забирать в аквариум это если мелкий аквариум то есть пруд если мелкий пруд и климат похолоднее тогда на зиму их обязательно надо забирать в аквариум чтобы они в пруду не замерзли ли не задохнулись видите не тушатся не тушатся они пока не поймут что такое и туда вот набежала вода из пруда в этот кулечек с водорослями они хватают ротиками водоросли наверно проголодались пока ехали эти ротиками хватают это водоросли мелкие плавали ну а потом когда они оклемаются кирюша добросит немножко корма они покушают и будут уже как говорится как рыба в воде уже в своем прудике но мы с кириллом еще больше бы показали вам интересного всего но ему сейчас нужно ехать на свою работу поэтому он не может больше это и так я его попросила чтобы он помог мне снять это видео когда-то молодости я очень любила рыбалку ловила карасей на резинку на старой даче еще там был маленький пруд и потом вот так получилось что сделали дома у себя вот этот маленький прудик и это как бы ностальгия по моей молодости когда я ловила рыбку в настоящем пруду ну рыбку ловить я любила конечно а охоту и я ненавижу я терпеть не могу жалко зверей жалко животных вообще надо запретить охоту а рыбки они но вот эти дикие которые в прудах в речках которых вылавливаю для еды но это низшие существа их не так жалко и рыбу я ем а животных я не ем ну вот и все спасибо большое за просмотр подписывайтесь на наш канал кто еще не подписан постараемся снимать интересные видео и скоро будет еще интереснее сейчас просто очень холодные ночи и поэтому запаздывают светением нимфеи видите сколько их много здесь и обычно в такое время уже намечаются бутончики уже вот а сейчас бутончики там но я смотрела отдельно каждый сорт только в зародыше бутончики а